Привет, друзья! Приоткрывать завесу тайны над личной жизнью руководителей страны было не принято, как и распространяться о судьбах их ближайших родственников. Но о детях Леонида Ильича Брежнева разговоры ходили постоянно. Тем более, что поводов для обсуждения они давали достаточно. О Галине Брежневой буквально слагали легенды. Не обходила людская молва своим вниманием, и сына генсека, Юрия, хотя он был человеком вроде бы тихим и скромным. Как сложились судьбы детей, внуков и правнуков эпохального Ильича? В отличие от Никиты Хрущева, сменивший его на посту лидера партии Леонид Брежнев, многодетным отцом не был. Впрочем, Леониду Ильичу хватало забот и с двумя наследниками, сыном и дочерью. В 1928 году выпускник Курского землеустроительно-миллиоративного техникума Леонид Брежнев женился на студентке Курского медицинского техникума Виктории Денисовой. В 1929 году в семье родилась дочь Галина, а в 1933 году сын Юрий. Пока Брежнев делал карьеру, этапы которой заставляли его перемещаться по стране, семья следовала за ним. Галя Брежнева в юности мечтала стать актрисой, однако отец был категорически против увлечения дочери. В итоге, после окончания школы, она училась на литературном факультете Орехово-Зуевского педагогического института, а затем перевелась на филологический факультет Кишиневского государственного университета. В 1951 году Галина познакомилась с артистом цирка Евгением Милаевым, приехавшим в Кишинев на гастроли. Дочь Брежнева продемонстрировала главные черты своего характера – влюбчивость и импульсивность. Бросив университет, она уехала вслед за Милаевым, в которого влюбилась. Чтобы быть к нему ближе, она устроилась на работу в цирк костюмером. Евгений Милаев был на 19 лет старше Галины и всего на 4 года моложе самого Леонида Брежнева. От выбора дочери политик был не в восторге, но смирился, тем более, что поначалу муж вел себя по отношению к Галине Образцова. Он дарил ей дорогие подарки и буквально сдувал с нее пылинки. Сама же Галина Брежнева старалась обеспечивать Евгению условия для работы и домашний уют. Через год у Галины родилась дочь, которую назвали Викторией. Поскольку родители вели кочевой образ жизни, присущий циркачам, внучку на воспитание забрала бабушка Виктория. Первый брак Галины Брежневой распался в 1962 году, когда дочери Леонида Ильича рассказали, что ее муж увлекся молоденькой циркачкой. Но и у Галины вспыхнул роман. Предметом ее обожания стал 18-летний Игорь Кеа, сын знаменитого иллюзиониста Эмилия Кеа. Они поженились, но брак продлился всего 10 дней. Леонид Брежнев, вплотную приблизившийся к высшему государственному посту, узнав о страсти 32-летней дочери к юному Кеа, оперативно развел возлюбленных. Брежнев стал главой государства, и статус его дочери тоже вырос. Галина, когда-то мечтавшая быть актрисой, теперь превратилась в покровительницу советской богемы. Артисты, писатели, художники тянулись к ней, участвовали в ее многочисленных вечеринках, зная, что слово «дочери Брежнева» способно открыть для них любые двери. Генсеку докладывали обо всех похождениях кремлевской принцессы. Леонид Ильич тяжко вздыхал, узнавая о новом чудачестве дочери. Когда в 1971 году Галина представила отцу в качестве жениха подполковника внутренней службы Юрия Чурбанова, Брежнев едва не подпрыгнул от счастья. Да, Юрий был младше Галины на 7 лет, зато наконец-то серьезный парень, а не циркач. Свадьбу отметили на даче генсека в Зарядье, собрав только родных и близких друзей. Подарком стала квартира в доме по Большой Бронной улице. Брежнев поручил опеку зятя своему старому другу, главе МВД СССР Николаю Щелокову. В 1974 году Чурбанов стал генерал-майором, три года спустя генерал-лейтенантом, а в 1981 году генерал-полковником. В 1980 году его назначили первым заместителем главы МВД СССР, то есть вторым человеком после Щелокова. Одновременно по партийной линии он продвинулся до кандидатов в члены ЦК КПСС. Вот только богемная жизнь Галины не закончилась. Муж по 11 часов пропадал на работе, а дочь генсека вновь отправлялась к своим друзьям из мира искусства. Ее любовь к алкоголю все больше становилась похожа на заболевание. Смерть Леонида Брежнева в ноябре 1982 года стала поворотным моментом в жизни его дочери. Большинство друзей почти сразу отвернулись от Галины. Новые власти, объявившие войну коррупции, взялись за имущество клана Брежневых, считая его неправедно нажитым. В 1987 году был арестован Юрий Чурбанов, которого ранее понизили в должности, а затем и вовсе уволили со службы. В 1988 году он был приговорен к 12-му годам лишения свободы. Галина развелась с мужем. Ее жизнь все больше походила на кошмар. Алкоголь стал постоянным спутником, и ее собутыльниками становились сомнительные личности. Однажды зарубежные журналисты напоили ее и сняли сюжет, запечатлев жалкое подобие былой красавицы, покровительство которой добивались лучшие артисты страны. В конце концов, дочь Галина Виктория определила мать в психиатрическую клинику. Галина Леонидовна Брежнева умерла в психиатрической больнице номер 2 имени Кербикова 29 июня 1998 года в возрасте 69 лет. Младший брат Галины Брежнева и Юрий был фигурой, менее заметной. Сын генсека общества не эпатировал. Он родился в Днепродзержинске, в годы войны был в эвакуации в Алма-Ате, затем успешно окончил школу, а вслед за этим – Днепродзержинский металлургический институт. Брежнев-младший начинал работать прорабом, потом стал управляющим заводом имени Липкныхтов в Днепропетровске. Юрий Леонидович был похож на отца и тоже пользовался успехом у женщин. Но если Брежнев-старший умел, когда надо, проявить жесткий характер, то Юрий оказался человеком мягким. К тому же относительно рано стала проявляться любовь к горячительным напиткам. Отец снова вмешался в судьбу Юрия. Брежнев-младший по настоянию родителя поступил в Академию внешней торговли. После того, как Леонид Брежнев стал главой государства, его сын отправился начальником отдела в торговую миссию СССР в Швеции. Вскоре он стал торговым представителем Советского Союза в Швеции. В 1970 году сын Брежнева был назначен председателем Всесоюзного объединения Промс-Риэмпорт Министерства внешней торговли СССР. К 1979 году Юрий Леонидович достиг своей высшей карьерной точки, став первым заместителем министра внешней торговли СССР. О Юрии Брежневе до сих пор можно слышать крайне противоречивые отзывы. Одни утверждают, что сын Генсека выступал в роли свадебного генерала и не имел понятия об отрасли, которой занимался. Другие говорят, что Юрий Леонидович свое дело знал, с поставленными задачами справлялся хорошо, но мягкость характера действительно была его ахиллесовой пятой. Его родственными связями нередко пытались воспользоваться, а Брежнев-младший не умел отказывать. В отличие от сестры, Юрий ограничился одним браком. Познакомившись на дне рождения у знакомого со студенткой педагогического вуза Людмилой, Брежнев прожил с ней всю жизнь. В семье родилось двое сыновей, Леонид и Андрей. Смерть Леонида Брежнева ударила по всему семейному клану. В 1986 году 53-летнего Юрия Леонидовича освободили от занимаемой должности и отправили на пенсию. Юрий Брежнев сторонился какой-либо публичности, предпочитая оставаться в тени. Всю жизнь он собирал коллекцию фарфоровых собачек. С начала двухтысячных у сына Брежнева начались серьезные проблемы со здоровьем. Окончательно его подкосила смерть жены. Людмила скончалась от инфаркта. Юрий Леонидович пережил ее на год. Сын генсека ушел из жизни 3 августа 2013 года в возрасте 80 лет. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok